Борьба с хиджабом в Душанбе Нилуфар Раджабова была задержана во время рейда против женщин в хиджабе и в течение нескольких часов подвергалась унижениям и оскорблениям в здании ОВД СИНО-2. После этого она заболела и с трудом передвигалась. Об этом сообщает радио ЗАДИ. Инцидент произошел 14 декабря, когда она возвращалась домой из больницы. По пути меня задержали представители Комитета по делам женщин и сотрудники милиции. Отвели меня и еще четверых женщин в хиджабах в отдел милиции района СИНО для проведения разъяснительных бесед, рассказывает потерпевшая. Женщина рассказала, что в отделе находились 15-20 других женщин. Всех пугали 15-суточным арестом. А когда Нилуфар начала требовать свои права, ее отвели в подвал, где жестоко избили, пригрозив изнасилованием под видеозапись. После 10 часов допроса Нилуфар отпустили. И то только после приезда матери девушки Валамат Ибрагим Зада. Примечательно, что хотя представители режима Рахмона во время своих официальных выступлений на международных площадках и перед журналистами неоднократно отвергали факты преследования жительниц Таджикистана за ношение исламской одежды, не так давно представитель администрации президента в телефонном разговоре с одним таджикским блогером, известным под именем Абдурахмон, заявил, что хиджаб и сатр запрещены в стране. Российские силовики несколько часов избивали трудовых мигрантов из Центральной Азии. Об этом сообщает радио Азади. По словам трудовых мигрантов, происшествие произошло вечером 12 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в автопарке, где они работают водителями, после чего избивали их в течение нескольких часов. В беседе с журналистами сотрудник посольства Таджикистана подтвердил данный факт. Среди задержанных 10 граждан Таджикистана. Один из них подвергался избиениям со стороны бойцов ОМОНа, заявил он журналистам. Пострадавший Самарбек Усмон Улу рассказал подробности произошедшего к иргызской службе радио «Свобода». Бойцы ОМОНа приехали на стоянку автопарка около 10 вечера. Задержали всех водителей. Нас избили и забрали документы. Избивали до утра. В больнице меня не приняли из-за отсутствия паспорта. Сейчас лежу дома, состояние тяжелое. У меня перелом ребра. На лице никаких следов избиения нет, но все тело в синяках. Мне даже не дали спросить, за что нас избивают. Заводили в комнату по 10 человек, где трое избивали дубинками. Все были в масках. Мы не видели, что это был за отдел. Кем были эти люди? Некоторых заставили жевать миграционные бумажки и запивать их водой, рассказывает потерпевший. Пострадавший утверждает, что их избили в здании по адресу Воронежская 1. По этому же адресу расположено управление ГИБДД по Хабаровскому краю. Одно, по две, по три забирают в одну комнату и вставляют нас, как лестнице вставляли друг к другу. И они начали прыгать на нас и камеру закрывают они. По словам кыргызстанца Жиргалбека, перед избиением милиционеры заклеили камеру видеонаблюдения. Они заклеили камеру скотчем. Нам приказали смотреть вниз и начали избивать. Кричали, что мы проезжаем на Красный, высаживаем безбилетников, хулиганим. Их раздражали наши лица. Четверых-пятерых ребят избили особенно жестоко. Нас отпустили около четырех утра и сказали, чтобы с утра мы, как обычно, вышли на работу. Некоторым документы и телефоны не вернули, рассказал пострадавший трудовой мигрант. Напомним, что грубое нарушение прав граждан стран Центральной Азии и разнообразные преступления в их отношении в России уже давно стали обыденностью. Однако режим из стран региона принципиально сохраняет молчание по этому поводу. В Узбекистане могут ужесточить наказание за проведение согласованных митингов, собраний, маршей и демонстраций, в том числе за призыв к такого рода действиям через интернет. Об этом сообщает Central Asian.org. Как сообщается, данная норма предусмотрена законопроектом о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности. В документе определено, что призыв к демонстрациям в социальных сетях является таким же преступлением, как и проведение несанкционированного митинга. Отметим, что на сегодняшний день законопроект находится на стадии рассмотрения. Детали законопроекта пока что неизвестны. Комментируя данный законопроект, юрист из Ташкента назвал его попыткой лишить общественность права выражать свое недовольство политикой правительства в социальных сетях и попыткой запугать блогеров и журналистов. На условиях анонимности узбекский чиновник, который непосредственно вовлечен в процесс, сообщил журналистам, что автором проекта является Министерство внутренних дел Узбекистана. В настоящее время законопроект внесен в силовые структуры страны для рассмотрения и внесения дополнений и предложений. «Не ищите этот законопроект на Regal.gov.us, правительственный сайт для обсуждения законопроектов. Это потому, что документ разрабатывался секретно и в закрытом режиме. Проект не будет выставлен для публичного обсуждения», сообщил ташкентский чиновник, представивший копию секретного законопроекта. Напомним, что с наступлением зимы в различных регионах Узбекистана прошли протестные акции. Население вышло на улицы с требованиями решить проблему с отключениями подачи природного газа и электроэнергии. Аналитики считают, что, судя по всему, это и побудило правящий режим принять жесткие меры для предотвращения повторения подобных массовых мероприятий в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok